У вас, или знаете, по какой-то причине ваш вопрос показался мне знакомым. Не буду говорить, что вы задавали его уже, но, может быть, просто подобная тематика уже всплывала. Тем не менее, совсем недавно мне приходилось отвечать на вопрос, где женщина тоже спрашивала о том, как ей поступать. Вот, с мужем расстались, значит, он живет с бывшей женщиной в соседнем доме. То есть, вот, то, что мужчина живет в соседнем доме, это очень запоминающийся момент, потому что, мне кажется, далеко не у всех такой может быть. И, если это были вы, то я вам отвечал на вопрос, если это были не вы, то прошу прощения за такое небольшое вступление. И, давайте перейдем к вашему вопросу. Первое, что вы спрашиваете, то есть, у вас здесь, по сути, два вопроса. Первое, что вы спрашиваете, как забыть бывшего и перестать о нем думать, ждать встречи. Понимаете, чтобы забыть, есть несколько способов, несколько средств. Забыть в буквальном смысле слова, поможет вам МЛП, нейролингвистическое программирование или гипноз. Эти методики, они способны, насколько это возможно, в физическом смысле, в буквальном смысле этого слова, избавить вас от мыслей, от мыслей о мужа. От тех негативных переживаний, которые у вас есть. Но и МЛП, и гипноз работают только лишь со следствиями, работают только лишь с симптомами, но не работают с причинами. И если вы хотите поработать именно с причинами, то здесь нужно настраиваться на достаточно серьезную работу. Я не берусь сказать, что вам нужна прямо длительная консультация, но, ну то есть длительная работа. Но, смотрите, вы пишете, что человек вычеркнул вас из жизни и живет своей, с новой женщиной. То есть получается так, что мужчина понял, что с вами он не будет счастлив. Ну, так бывает, так бывает, что люди приходят к осознанию того, что вместе им не быть. Так бывает, что люди понимают, что их пути разошлись. Ваш мужчина это понял, и он предпочел действовать честно. Он предпочел не изменять вам, не жить двойной жизнью, а сразу как бы с вами расстаться и начать новую жизнь, новую девушку. Вы, соответственно, этой позиции, этой точки зрения не придерживаете. То есть вы не можете начать жить в своих жизнях. Понимаете? Вас что-то удерживает. И вот о том, что вас удерживает, и нужно в первую очередь говорить. Понимаете, если вы любите своего мужа, бывшего мужа, если вы его любите, то вы готовы отпустить. Вы готовы позволить ему жить так, как он хочет, ведь бы он был счастлив. Но тяжело вам. И эта тяжесть представляет из себя фрустрацию. Фрустрацию на невозможность получить или осуществить то, что вы хотите. Это означает, что вы в определенной зависимости от своего мужа находитесь. Это означает, что вы от своего мужа находитесь в некой корыстной зависимости, или корыстной зависимости, как хотите называть это. Что значит корыстная зависимость? Корыстная зависимость это не значит, что вы пытаетесь через своего мужа обязательно что-то достичь, что-то сделать, чего-то добиться. Корыстная зависимость означает, что вам этот мужчина нужен для себя. То есть вы через него пытаетесь удовлетворить какие-то свои желания. Или бороться с какими-то своими сомнениями, страхами и так далее. И то, что с вами сейчас происходит, то, что вы не можете забыть его, то, что вам тяжело. Но это как раз таки и подтверждает то, что вот некие желания, некие сомнения, которые ранее со своим мужем вы удовлетворяли. Теперь вы не можете удовлетворить. И из-за этого вам тяжело. Понимаете, нужно понять, что это за желание. Ну, нужно понять, что именно держит вас с мужем. Ну, нужно понять, что именно не дает вам возможности жить той самостоятельной жизнью, той новой жизнью, в которой живет ваш муж. Он ничего не потерял, когда с вами расстался. Вы что-то потеряли. И вот, как ни странно, то, что вы потеряли, и является причиной для вашего переживания. И вам станет легче тогда, когда вы выявите то, что вы потеряли. Причем, вы можете сказать, я потеряла мужа, вы можете сказать, я потеряла семью. Нет. Вы потеряли ни мужа, ни семью, потому что это предмет. Это форма. Вы потеряли то, что вам это давало. То, что вам это давало. И так уж, к сожалению, получается, что если бы вы своего мужа любили бесконыстно, от любви своего мужа именно любили в истинном смысле этого слова, они были бы от него зависимы, с чем-то. Не удовлетворяли бы через него какие-то свои желания, то вы бы совершенно спокойно с ним расстались. А так, так вы не можете этого сделать. И вот вам станет легче и перестанет быть тяжело, когда вы научитесь удовлетворять свои вот эти потребности, которые ранее вы осуществляли через своего мужа самостоятельно. И вот тогда вам станет легче. Я бы не сказал, что вы прямо, знаете, забудете своего мужа сразу. Нет. Вы его не забудете. Но вам не будет так тяжело, потому что вы будете получать то, что вам нужно. А любовь, любовь она такова, что человека нужно отпустить. Если ваш мужчина решил жить своей жизнью, значит так ему лучше. И если так ему лучше, и если вы его любите, то вы его выбор примете и сами отпустите его и будете жить дальше. А если нет, значит у вас есть личная заинтересованность. И вот с этой личной заинтересованностью и нужно работать. Какая она, чем заключается, может быть вы ее не отознаете, тогда это нужно разбирать, потому что в самом вопросе очень мало содержится информации именно об обстоятельствах того, что происходит у вас сейчас. Тем не менее, это вот ответ на первый вопрос именно такой. Или НЛП с гипнозом, который снимет симптомы. Или работа, поиск, вы можете сделать это самостоятельно, не обязательно с помощью эксперта. Я верю в то, что средства, которые, ну средства, направления, которые я вам дам, можно осуществлять самостоятельно, без вмешательства эксперта. Потому что деньги вы уже, в принципе, потратили на то, чтобы задать вопрос. Другое дело, что, скорее всего, именно на свой вопрос ответ, который вы хотели бы получить, то есть вот прямая рекомендация, как забыть мужа, вы не получите. Потому что нельзя просто влезть и забыть. Но об этом вам писали эксперты, поэтому не вижу смысла постараться. Либо вы принимаете это как данность, либо вы считаете, что мы вам не можем помочь. Ваше браво. Я же перехожу ко второму вопросу. Значит, вы пишете, в миссии вообще не быть. Человек вычеркнул меня из жизни и живет своей жизнью с новой женщиной. А вы написали эту фразу под знаком вопроса. То есть, наверное, вы что-то спрашиваете. Но что спрашиваете, мне не совсем понятно. Потому что, ну, непонятный смысл вопроса. То есть, вы как бы спрашиваете, браво ли, что вы уже не можете быть вместе? Правда ли, что человек вычеркнул вас из жизни и живет своей жизнью с новой женщиной? Вы знаете, если бывший, значит, был развод. А если бы был развод, то мужчина как минимум настроен серьезно на то, чтобы жить без вас. Но говорить о том, что он вычеркнул вас из своей жизни, что вы вместе быть не можете, я бы не стал, потому что в жизни возможно все. И, может быть, мужчина, он, пожив без вас, он поймет, что именно вы та женщина, которая ему нужна, и он захочет к вам вернуться. Тем более, что он живет по соседству и точно как и вы он вас видит. Ведь давайте подумаем вот о чем. Предположим, что мужчина действительно хочет к вам вернуться. Предположим, что вы опять вместе, но тогда возникает вопрос. А вот те проблемы, которые привели к разводу, к разрыву между вами, они исчезли? Вот как вы думаете? По вашему вопросу вы скажете, что нет. То есть, как минимум, вы не осознаете, вы не осознаете проблем, которые привели к разводу. И даже если вы будете с вашим мужем вновь, то вы вновь столкнетесь с теми же проблемами, которые у вас были до этого. И если эти проблемы вы сейчас самостоятельно не решите, не осознаете их, то даже если мужчина захочет к вам вернуться, ваши отношения все равно будут обречены. Обречены, потому что проблемы-то остались. Ну, допустим, он заскучился по вам, вы-то вы заскучились по нему. И как бы какое-то время вы будете вместе. Да. А потом, что будет потом? А потом вы просто-напросто опять столкнетесь с той же ситуацией, которая повлияла на ваш разрыв. И вам нужно эту ситуацию для себя осознать, проработать, изменить с ней отношение свое. Дальше. Человек, в любом случае, ваш мужчина, ваш бывший муж, он к вам, даже если захочет вернуться, он сделает это только в том случае, если будет видеть, если будет видеть, что вы привлекательны для него. А пока вы ждете его, пока вы ходите грустно, понуро, подавлено, вы для него не привлекательны. Мужчин привлекают женщин сильные, которые самостоятельные, которые независимые. Это значит, что вам нужно, как вам и советуют другие мои коллеги, как бы для этой цели, для этого, работать именно в контексте самого себя. То есть, больше думать о себе, любить себя и так далее. А может быть для вас все это пустой звук? Я отдаю себе отчет в том, что в данный момент, может быть вы, ну, думаете, вот, эксперты, да, советуют какие-то абстрактные вещи, сами при этом, ввиду ситуации в этой не находятся, и вообще говоря, меня не понимают, а думают, что это так легко. Вы знаете, анонимы, я думал, что нет, это не легко. Каждый из нас понимает, что это на самом деле очень тяжело. Но, видите ли, другого способа нет. То есть, вообще два способа, те, которые я описал. Либо вы работаете с симптомом, и снимаете симптом, тогда этот симптом проявится где-то в другом месте, в другом, ну, в другой форме. Знаете, как, вот человек приходит к терапевту, и говорит, ну, знаете, вот у меня есть такая привычка, я там, ну, там, дергусь-то жалко, когда волнуюсь. Ему терапевт говорит, хорошо, мы уберем эту привычку, и убирает ему привычку. Привычку вроде бы убрал, но через какое-то время человек начал, например, там, ногой постукивать по полу, или там что-нибудь еще делать. Например, теребить край своей рубашки, допустим. То есть, понимаете, одно, один симптом, если его устранить механическим способом, он как бы перерастет во что-то другое. Даже не перерастет, а переформируется во что-то другое. Поэтому подобное направление можно использовать, но на свой страх и риск. И никто не гарантирует в этом случае вам полного избавления от проблем. А полное избавление будет тогда, когда вы сами для себя поймете, что держит вас с вашим мужем, удерживает вас с ним. Когда вы будете думать о себе, поймете, во-первых, ту самую главную вещь, что если мужчина вас бросил, если мужчина от вас ушел, значит, он как минимум не оценил вас. А если он не оценил вас, то вам такой мужчина не нужен в принципе. Но если вы грустите по нему, если вы переживаетесь, значит, вы сомневаетесь в том, что у вас будет другой мужчина. А если вы сомневаетесь, что у вас будет другой мужчина, то это говорит о неуверенности в себе. Это говорит, может быть, о страхе остаться одной и так далее. А страх остаться одной – это всегда отсутствие самодостаточности, отсутствие личностного роста, отсутствие личных границ, отсутствие доверия своим эмоциям и переживаниям, отсутствие понимания того, кем вы хотите быть. Вот и сейчас вы пытаетесь подавить себя, вы пытаетесь подавить свои потребности, вы говорите, как мне забыть своего мужа, как мне перестать чувствовать то, что я чувствую. Но ведь то, что вы чувствуете, есть суть вашей потребности, есть суть вашего желания. И подавив их, вы подавите саму себя. Отрезав их, вы отрезите себя. Это будете уже не вы, это будет какой-то другой человек. И вряд ли вы будете от этого счастливее. Да, это тяжело, это больно, но самым правильным для вас решением будет перенаправление ваших желаний, перенаправление их на прямое удовлетворение своих потребностей. Сейчас вы удовлетворяете их косвенно, через своего мужа, да, через семью, может быть и так далее. Но вы это делаете не напрямую. Если вы будете это делать напрямую, то вы станете независимым партнером в отношениях. А независимый партнер в отношениях всегда более привлекательен, чем зависимый. И для мужчины привлекательна та женщина, которая не зависит от него. Ваш муж, возможно, чувствовал, что вы от него зависите, и это, вероятно, послучило причиной для вашего развода. Потому что, ну, не нравится ему, что вы от него зависите. Ему-то нужна женщина, а вы просто от него, как бы, зависите, и все. Поэтому вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать в ответ, ну, как бы, в ответ на ваш вопрос. То есть, да, возможность того, что он будет вместе есть. Но какими будут ваши отношения? Есть ли у них в будущем? Исправлены ли проблемы, которые привели к тому, что вы разошли? Это главный вопрос, на который пока нет ответа. По крайней мере, у меня нет ответа, он есть у вас. Если он есть, то с ним нужно работать. И, понимаете, в любом случае, в любом случае, вам нужно понять, что при любом раскладе той, какая вы сейчас, вы пришли к разводу. Чтобы к разводу не прийти, ну, в следующий раз агресса, блин. Либо удержать своего мужчину, если он вернется. Либо с другим мужчиной построить отношения. Вам нужно измениться. Вам нужно стать другой. Но стать другой, это не означает, знаете, вот, поменять все свои ценности, да, вообще перестать без собой. Нет. Стать другой, это значит стать самостоятельным. Это значит стать независимой экосистемой. Вот об этом я вам и говорю. Ну что, в принципе, можно закончить. Я вам все сказал по вашему вопросу. Убежден, что вы можете решить эту проблему самостоятельно. Да, это будет тяжело. Да, это будет, может быть, долго. Но, тем не менее, это возможно сделать. Почему я так говорю? Потому что, еще раз, вы потратили деньги на вопрос, и мне бы не хотелось, чтобы, ну, знаете, осталось такое у вас ощущение, что вот вы оплатили, да, и не получили в итоге ничего. Знаете, средства есть. Вы можете использовать их сам. Вы можете работать со специалистом, которого вы выберете на нашем ресурсе. Вы можете вообще, если угодно, даже записаться на очную работу в вашем городе, в центре социальной поддержки и прочее. Все зависит от вашего желания. Но, поймите, то, как вы сейчас ведете себя, то, как вы сейчас выглядите, кто вы есть, вот сейчас, на данный момент, это приводит только к негативу. К негативу и к поражениям. Это неправильно. Развращение, это, ну, какой-то мотор шумит на фоне, ну, на улице окно открыто, жарко. Извините, пожалуйста. Вот. И нужно меняться. Нужно меняться. Нужно что-то делать. Нужно работать над собой. И тогда вы сможете поменять свою жизнь в лучшую сторону. Пока вы этого не сделаете, у вас ничего получаться не будет. Ну, или вы можете знать, что какой-то мужчина вас оценит. Но, опять-таки, если вы не цените сами себя, если вы не любите сами себя, то и другой человек вас любить тоже не будет, к сожалению. А это всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.